Сумма долга превышает 50 миллионов рублей. Ситуация на контроле у вице-губернатора Джамбулата Хатуова. Отчеты в край отправляются ежедневно. Горячая линия по вопросам невыплаты зарплаты на курорте работает уже третий год. Но, как и прогнозировали специалисты трудовой инспекции, пик обращений пришелся именно на 2013. Если за пять месяцев с начала года всего было обработано обращение по треугольниям 20, и все они носили индивидуальный характер, за июль у нас уже поступило 21 обращение, все они массовые. В черном списке такие предприятия, как НИИ Волна, Спецавтотранс и Сочи Спецтехника. Некоторые из них признаны банкротами. Руководство в розыске долги не только перед рабочими, но и по налогам. Сотрудники этих предприятий теперь смогут получить свои деньги только в судебном порядке, а на это потребуется время. Сейчас в городе работает уже четыре телефона горячей линии, на которые можно сообщать о долгах по зарплате и нарушениях трудового законодательства. Их номера на экране.